В музыке говорит ученику, предупреждаю, что если ты не будешь вести себя как положено, я скажу твоим родителям, что у тебя талант. Вчера сказала мужу, что хочу быть для него не просто любовницей и домохозяйкой, но еще и другом. Он тут же усадил меня напротив, достал бутылку водки, две стопки, налил, и стал жаловаться, как же я его задолбала. Приехал мужчина забирать жену из роддома, выходит жена на крыльцо, медсестра выносит малыша и говорит, ваш ребенок. Мужчина нерешительно, одеялко точно мое. Заходит начальник в офис и начинает орать на подчиненного. Сидоров, безобразие, вы опять спите на работе, с первого числа вы уволены, подчиненный отвечает, так это же с первого, чего вы меня сейчас-то будете. Крыса говорит капитану корабля, слышь, передай своим, пусть завтра особо не кипишуют. У нас просто учение. Девушка звонит в магазин. Алло, мой муж вчера у вас купил мне в подарок кухонный набор, в нем не хватает скалки. В ответ слышит, он сам ее не взял. Сидят муж с женой на кухне, муж и говорит, любимая, скажи что-нибудь, чтоб мое сердце заколотилось. Жена отвечает, я нашла твою заначку. Мужик догоняет другого человека с собакой и говорит, ваша собака укусила меня. Я требую сатисфакции. Второй отвечает, ради бога я подержу, а вы кусаете. Перед операцией врач заходит к пациенту и говорит, я знаю вас достаточно и с уверенностью могу сказать, более чистого и святого человека я не встречал. Господь все видит и я уверен, что вам уготовано место в раю среди самых великих праведников. Пациент обеспокоен. Спасибо, вы умеете утешить перед операцией.